Леди Элизабет Боуслайн была потомком Королевского дома Шотландии и уже жила в замке. Родилась достопочтенная Элизабет Анжела Маргарет Боуслайн 4 августа 1900 года. Она была одной из десяти детей и четвертой дочери своих родителей. Когда ей было 4 года, ее дедушка умер и ее отец унаследовал семейный титул, происхождение которого можно проследить через поколение шотландской знати до сэра Джона Лайна и Роберта II, основателя династии Стюартов на шотландском престоле. Отец Элизабет, четырнадцатый граф Стратморт-эн-Кинхарт, унаследовал графство, а юной Элизабет стала леди Элизабет Боуслайн. Это также означало, что теперь семье принадлежал замок Гламис в Шотландии, куда семья и переехала. Другими семейными местами были Гипсайт, недалеко от Бернанфилда, графство Дарем, и замок Стримлан, возле замка Бернард в графстве Дарем, куда мы и отправимся, чтобы узнать тайны истории королевской семьи. Фамилия Боуслайн Боуслайн возникла после смерти Джона Боуслайн в 1885 году, когда семейные поместья Боуслайн в Англии были воссоединены с поместьями Лайн в Шотландии. Джон Лайн, лорд Глэмиса, был придворным дипломатом, назначенным хранителем тайной печати в 1371 году, после вступления на престол Роберта II. Боуслайн были одной из самых древних семейств графства Дарем. Их прародиной был замок Стримлан, недалеко от замка Бернард. Но угольный барон Джордж Боуслайн решил сделать гипсайт семейным имением, чтобы произвести впечатление на своих богатых гостей. Обожаемый своим отцом Мэри Леонора была единственным ребенком Джорджа Боуса. Она получила образование, которое в то время обычно давали только сыновьям. Боуслайн умер, когда Мэри была 11 лет, оставив ей огромное состояние. Мэри Леонора Боус стала самой богатой наследницей Великобритании и одной из самых обсуждаемых и востребованных девушек в высшем обществе Лондона. Мэри была высокообразованной женщиной, завоевавшей признание как драматург и ботаник. Графиня самостоятельно опубликовала поэтическую драму в 1769 году под названием «Осада Иерусалима», которая, к сожалению, осталась ее единственным литературным трудом. Хотя большую часть своей жизни она вела удивительно откровенные дневники. Это было время, когда коллекционирование экзотических растений становилось все более модным. И любовь Мэри Леонор к ботанике стала причиной сегодняшних садов Гипсайда. Она спонсировала несколько экспедиций в Австралию и Южную Африку для сборов растений и семян для своей оранжереи. Однако Мэри Боуз также печально известна своим распутным образом жизни и неосмотрительностью в выборе мужей, что в конечном итоге привело к ее собственной погибели и падению Гипсайда. В возрасте 16 лет Мэри была обручена с прекрасным лордом Джоном Лайном, девятым графом Стратмара и Мкинхорна из графства Глэмис. 24 февраля 1767 года, когда ей исполнилось 18 лет, Мэри и Джон Лайн поженились. Согласно условиям завещания отца невесты, ее муж должен был принять его фамилию, и девятый граф Стратмар обратился к парламенту с просьбой изменить свое имя с Джон Лайна на Джона Боуз. Благодаря состоянию графини, молодые супруги жили экстравагантно. Пятеро детей родилось у графа и графини в течение первых шести лет. Некоторые из них впоследствии решили перенести фамилии своих родителей через дефис и стать Боуз Лайн. Мэри Боуз была прапрабабушкой леди Элизабет Боуз Лайн, покойной матери королевы. Дальше судьба Мэри Элеонор Боуз стала складываться трагически. Через несколько лет после свадьбы граф заболел турбикулезом. Он умер 7 марта 1776 года. Вторым мужем Мэри стал авантюрист по имени Эндрю Робинсон Стоуни, который быстренько прибрал к своим рукам ее огромное состояние, и, растратив его, он начал кампанию ужасающего насилия и жестокости против своей супруги. Опасаясь за свою жизнь, Мэри бросила вызов общественным устоям, подав иск о разводе. Английская публика была в ужасе и в восторге. Некоторые называют ее несчастной графиней, которая унаследовала огромное состояние после смерти своего сказочно богатого отца, угольного магната. Но это не помешало ей оставить свой след в истории. Мэри Элеонор Боуз была одной из первых, кто отстаивал права женщин в отношении развода. Старшим сыном Джона Боуза, девятого графа Стратмара и Кинхорна, и графини Мэри Боуз, был Джон Боуз, который сменил своего отца на посту графа, соответственно став десятым графом Стратмара и Кинхорна. Он был шотландским дворянином и заседал в палате лорда в Шотландии в качестве пера. В частной жизни у него был долгий роман с простолюдинкой Мэри Милнер, красивой дочерью садовника. В 1811 году у них родился сын. Молодой Джон Боуз был зачислен в Уилтон как лорд Глэмис. Граф Джон Боуз все-таки женился на Мэри 2 июня 1820 года, всего за день до своей смерти. Таким образом он попытался узаконить своего сына этим браком. Горькое судебное разбирательство последовало за условиями завещания графа, и через пять лет было решено, что сын графа Джон унаследует его английские поместья, а его младший брат Томас Лайн Боуз унаследует шотландские поместья, и его основной титул – одиннадцатый граф Стратмар и Кинхорн. Королева Елизавета, королева-мать, на протяжении всей жизни поддерживал постоянный интерес к музею Боуз. Одиннадцатый граф Стратмар и Кинхорн был прямым предком леди Елизавет Боуз Лайн, дочери четырнадцатого графа и будущей жены короля Георга VI. Свадьба состоялась в 1923 году. Королева Елизавета, королева-мать, периодически навещала музей Боуз, участвуя в различных мероприятиях. Одну из таких – столетие закладки первого камня музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok